Итак, это обзор ММВБ на 10.30 утра и начнем с непосредственных событий. Рынок акций открылся гэпом вверх, так как вчера проторговались на лондонской бирже наши акции крайне сильно, крайне волатильные. Один Сбербанк чего стоил, сегодня он гэпанул на 2,5%. Ну, со всеми акциями, которые вчера торговались в Великобритании. Далее, наш индекс сейчас абсолютно сильно перекуплен, как и индексы остальные. То есть, Бовеспа, СНП, РТС и вообще все индексы мира, по большому счету. Потому что вливание денег в рынки, именно со стороны ФРС, создавая ликвидность, оно заставляет рынке идти против своей воли только вверх. И эта проблема так отчервата потом, скажем так, надуванием пузыря, который мы сейчас наблюдаем тоже в СНП 500 и вообще на американском рынке акций. И потом это чревато таким сильным обвалом, на самом деле. То есть, непосредственно надо обращать внимание на то, когда они свой станок вырубят, как себя поведут рынки. Это вопрос пока спорный. Поэтому еще один момент есть по нашему индексу. Когда он делает прокол этого верхнего своего канала, то есть вот его, он, как правило, делает ложный прокол. То, что мы видели здесь, то, что мы сейчас видим здесь, я полагаю, тоже прокол ложный. То, что мы видели еще вот здесь вот. И, как правило, после этого цена возвращается в свой боковик. Не боковик, а в свой канал. То есть, давая ложную надежду инвесторам и спекулянтам, что, мол, индекс пойдет еще выше. Но с учетом ее сейчас нынешней перекупленности выше, это крайне рискованно идти, так как, повторяюсь, чем выше он идет против своей, грубо говоря, воли, тем хреновее будет ему в дальнейшем. Поэтому, как минимум, я лично жду вот закрытия вот этого гэпа сегодняшнего, утреннего. А дальше буду смотреть по ситуации. Далее, Газпром гэпанул также на лондонских событиях. То, что вчера торговали. Открыл он свой непосредственным гэпом сегодня и торгует сейчас на уровне сопротивления 265. Ну, я думаю, гэп он все равно в скором времени закроет. Плюс ко всему, сейчас Газпрому еще особо некуда идти, так как нет фундаментальных новостей, способствующих его, скажем так, росту вверх. Но сейчас очень много дебилов-шартистов забиваются в эту акцию, поэтому тут тоже пока все или-или. Плюс ко всему, 27 ноября, я насколько помню, в Газпроме будет повышать долю. В индексе MSCI будет ребалансировка. И вполне реально, если забьются шартисты вот в эту акцию опять, то могут и на все 280 акцию вынести. То есть, как говорится, маркетмейкер тоже не дремлет, и маркетмейкер не лох. А лох не мамонт, лох не вымрет, как говорится. Плюс ко всему, как я вам ранее говорил, Газпром выйдет из своего боковика, и он вышел с дикой волатильностью. Но сейчас все-таки необходимо по Газпрому тоже дожаться к какому-либо тесту этого уровня. И с дальнейшим походом уже вверх, потому что он сейчас дико перекуплен, как и все остальные наши акции нашего рынка, и наши индексы, и прочие другие акции мировые. Вот, поэтому особо Газпромом я не вижу смысла рисковать, так как риск он сейчас будет немного необоснован. Но если торговать, то торговать непосредственно со стоп-лоссами, потому что сейчас пока ситуация неопределенная, и насколько выше рынки будут задирать, пока тоже трудно сказать. Но чем лучше, точнее, в случае возникновения коррекции, это было бы лучшим, грубо говоря, событием недели. Потому что необходимо все акции охлаждать для того, чтобы потом в них забивать новую ликвидность. Как говорят, снова покупать, но спекулянность, чтобы разгонять их еще выше. Далее ВТБ. ВТБ сейчас мы видим идет набор позиций. Вот здесь вот. Почему идет набор позиций? Потому что, по-моему, 7 ноября выходит МСФО по ВТБ за третий квартал. И в связи с этим, я считаю, что они все равно свою прибыль добьют. 200 миллиардов рублей за 2019 год. Они, ну, пойдем до капитализации, именно продажи доли в Теле-2, продажи доли в своем африканском дочернем банке ВТБ групп Африка. Вот. И выкуп шорта доллара на 35 миллиардов. Ну, в совокупности, получается, это около 200 миллиардов и так, и так. То есть, планы, я думаю, они все равно свои выполнят. И на этом фоне посмотрим, какие они дивиденды выпадут в 2020 году за 2019 год. На фоне чего акция вполне реально и может выстрелить выше даже, чем мы думаем. Просто необходимо дожаться вот этих фундаментальных новостей. Плюс ко всему, я еще раз говорю, здесь идет набор позиций. И, по крайней мере, этот утренний гэп, он будет закрыт, я думаю, в ближайшее время. Поэтому, у кого есть ВТБ, я считаю, лучше держать, по крайней мере, он тоже есть. Я его держу, я им не спекулирую. Я вот, как говорится, взял, купил, забыл и пусть там он вихряется направо-налево, вверх-вниз, на север-на юг. По крайней мере, в этой акции среднесрочная идея, она наиболее рентабельна и актуальна. И посмотрим, что будет в дальнейшем. Но, повторяюсь, 200 миллиардов, я думаю, они все равно выполнят этот план. Далее в север-стале. В север-стале, как я говорил, не помню, по-моему, позавчера на обзоре ММВБ на неделю, идет набор позиций. И это мы видим сейчас непосредственно здесь. Вот видите, бьется в своем боковике, бьется, 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 бьется. Перед чем набор позиций, перед каким событием, сказать трудно. По крайней мере, 7 ноября будет собрание инвесторов в Лондоне. И там вполне реально они могут раскрыть какие-либо события фундаментальные непосредственно по этой компании. На фоне чего акция может также выстрелить. Я думаю, все равно выстрелят какой-либо последует. По крайней мере, куртный 950. Это, я думаю, все равно будет. По крайней мере, еще дивиденды будут 29 ноября. И я вот сколько лет торгую север-сталью. И все равно вижу то, что при любых дивидендах акция все равно выстреливает вверх. То есть такое производится своего рода дивидендное ралли. На фоне чего спекулянты в нее забиваются и разгонят акцию, как говорится, не к своим максимуму. Но, по крайней мере, внутри каналов ее конкретно разгоняют. И я думаю, что и в этот раз на уровень 950 акция вполне реально вернется еще. Там, в принципе, можно ее будет распродать. Потому что до мая месяца диво отсечек не будет, так как они не предусмотрены. И еще будет до мая месяца в этой акции. Пока сказать трудно. Пока очень трудно даже предположить. Но, поскольку сейчас конфликт между китайцами и американцами уже стабилизируется. И цены на сталь, в принципе, тоже стабилизируются. А им даже некоторые металлурги выстрелили на 14% за последние несколько дней. По крайней мере, выстрел в этом индексе, United States Steel Corporation, точнее в этой совокупности американских металлургов, выстрел был на 14% в пятницу. Ну, на фоне чего и металлурги заокеанские конкретно поросли. Поэтому фонд мало-помалу налаживается. И, повторяюсь, я все равно думаю, что здесь будет непосредственно выстрел по Северстале на уровень 250 как минимум. Также стоит еще акцентировать внимание на то, что у меня Северсталь тоже имеется 20% от капитала. Спекулятивного капитала. И я ее держу, держал. Ну, и буду держать до тех отметок, о которых я говорю уже какое-то время. 950 В, внутри этого нисходящего канала. Ну, далее Сбербанк. Сбербанк тоже открылся гэпом вверх. Пока там каких-либо фундаментальных новостей по нему нету. Поэтому просто идет спекулятивная игра. Вот. И он торгует, честно, своей теперь поддержкой. Но в скором времени все равно этот гэп, я думаю, будет закрыт в любом случае. По крайней мере, все зависит от внешнего фона. Роснефть ходит в пределах своего тоже бокового диапазона. 440, 395. По крайней мере, помните, как было ранее у меня стратегия покупать на 395, 405. То есть от 410 набирать позицию и там чуть ниже по возможности. И продавать на 440. И в принципе, пока такая стратегия, она действует уже на протяжении долгого времени. Долгих месяцев. Вот. И по крайней мере, что я вижу сейчас. Акция Роснефть перекуплена. Вот мы видим здесь. Плюс она достигла уже верхней грани своего канала. Еще есть гэпы непосредственные. И я все равно считаю то, что акция вернется вниз. Потому что пока что в ней каких-либо фундаментальных новостей нет. А чисто 10 пи по, как говорится, рыночной, так сказать, по рыночному позитиву тоже особо, как говорится, смысла не придает. И по крайней мере, пробить это сопротивление 440 рублей за акцию. Поэтому смотрим, выжидаем Роснефть и в дальнейшем ее приобретаем. Так, индекс доллара. Доллар-рубль. Он открылся сегодня гэпом вниз. Но, в принципе, это было очевидно. И вчера на Форексе тоже баксом скакал ту вверх, ту вниз. Вот. В принципе, что здесь есть? Тут есть поддержка очень сильная. 62,5. Ниже этой поддержки, я думаю, никто не даст доллару упасть ниже. Ни там заокеанские, ни наши центральные банки. Потому что это не выгодно никому. Поэтому я допускаю такую возможность, что он вернется на 62,5. Сформирую такую формацию, как двойное дно с дальнейшим выносом вверх. Но стоит понимать то, что доллар растет тогда, когда на мировых рынках идет эскалация, дестабилизация, скажем так. Ну, когда там коррекции и прочее. Пока коррекции нет, доллар и евро находятся в нисходящем, так сказать, канале. А коррекция все равно рано или поздно должна начаться в любом случае. Но поэтому приходит здесь в определенной степени по ситуации. Плюс ко всему мы увидим то, что сейчас по осцилляторам, если посмотреть, то он находится почти в зоне перепроданности. И поэтому в скором времени, я думаю, и сам бакс будет разгонять. Плюс ко всему. Если смотреть в долгосроки, то доллар формирует сейчас такую формацию, как вымпел. Ну, называется формация вымпел. Я про информацию говорил уже не один раз. То есть, окончание этой формации непосредственно заканчивается в 2020 году. То есть, в конце 2020 года. Что будет в дальнейшем, сказать трудно. Я полагаю, что будет какой-то вынос вверх в любом случае. Потому что наш рубль, он способен девальвироваться в разы. Вы сами понимаете, основы российской экономики. Хоть сейчас и в федеральном бюджете все в порядке. То есть, есть профициты и прочее. Есть и внешнеэкономические конъюнктуры России тоже более-менее оптимальны. По внешнему фону торговли. Ну и плюс пока деньгами наша страна никак не обременна. Но, в случае какой-либо форс-мажора на внешних рынках пострадают как остальные рынки, так пострадаем и мы. То есть, нам тоже такой вот изъян прилетит прямо в лоб. Поэтому в долгосроке, в долгосроке бакс все равно будет крепчать по отношению к рублю. И все те, кто говорят, что доллар, он девальвируется на там 57, 56, 55. Это дебилы. Это просто люди, которые спекулируют информацией. И просто посмотрите, что такой факт, что сейчас идет канал, вот трендовую линию, да. Вот она прям подходит тут, 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 вот она проходит. И когда бакс приходит к этой трендовой линии, к нижней границе своего вымпела, он всегда отскакивает. И эта нижняя граница находится на уровне 61. Туда бакс, я думаю, не придет никак. Поэтому ближайшая у него зона поддержки находится на уровне 62.50, откуда бакс, я думаю, вполне реально и выстрелит вверх, потому что вниз ему технически никто не даст пойти, это, во-первых, не выгодно никому, наш центральный банк тем более не даст ни 60, ни 58, ни 57, ни 55, ни 50 рублей за доллар не даст, невыгодно это. И индекс доллара, тем более вниз спускать его никто не будет, тут тоже вот видно, он отскочил на днях от своей трендовой линии индекс доллара и поэтому мало-помалу дает вверх, поэтому у кого имеются баксы, я считаю их лучше держать, я сейчас тоже постепенно доллар вновь прикупаю, то есть если раньше у меня была непосредственно игра спекулятивна в долларе, то сейчас я приобретаю хотя бы на какой-то там либо среднесрочный период, то есть первую партию долларов я приобрел по 63.28 в данный момент времени, то есть я на длину выделил 30% от капитала, первые 15% я уже приобрел, вот, а остальное уже посмотрим там по ситуации. Там куда он придет, например, если он придет сюда, в случае его прихода на 62.50, можно приобрести еще, в принципе, почему нет? То есть смотрите, имеется в виду логика, какая логика подстраховаться. Какую-то можно часть денег вложить в ОФЗ, например, 50% имеется у вас, 100% капитала, 50% имеется на подушку безопасности, то есть доллар и ОФЗ. 25% на БАКС, 25% на ОФЗ. Себя так непосредственно подстраховать, и по крайней мере, такую подстраховку я лично для себя сейчас и делаю. Остальные 50% находятся на фондовом рынке, то есть 25%, там 20, сколько сейчас, 20 Северсталь и 7,5, вот это бы 27,5, 27,5 на уже лежит и 22,5 еще находятся в свободном доступе. То есть вот этой 22,5, да, этой суммы можно спокойно, в принципе, плюс-минус спекулировать в акциях. То есть сегодня утром не получилось, к сожалению, спекульнуть, купить на предаукционе, вот, так как были другие дела. Но, в принципе, эту сумму можно спокойно бобрить направо и налево, то есть проводить спекулятивные позиции в разных эмитентах. Вот поэтому логика такова. 50% на подушку безопасности, то есть из которой 25 долларов, 25 ОФЗ, остальные 50% на фондовом рынке. И поверьте мне, такая стратегия, она наиболее эффективна и наиболее безопасна в данное такое щекотливое время. Потому что фондовый рынок долго, вот, длительно, прям, там, год, два, три, там, не знаю, они расти не будут. Даже, может, год слишком как-то немного закручен. По крайней мере, печатный станок, я еще раз говорю, он будет работать до, по крайней мере, как минимум до второго квартала 2020 года. А дальше они вполне реально его могут и отрубить спокойно. А когда они его отрубят, то вполне реален увидеть обвал на фондовых рынках. Это тоже необходимо понимать. И вы спрямите риски, какие есть. И когда этот обвал большой состоится уже, то доллар, евро, золото, они станут непосредственными активами, защитными активами, куда побежит толпа. И в связи с этим толпа его просто разгонит, все эти активы. На фоне чего бакс, который вы, условно говоря, покупали, там, по 63, там, по 62 и 5, можете потом спокойно, условно говоря, продать его все по 70. То есть ситуация тоже будет благоварить такой продажи. Но, по крайней мере, пока что печатный станок все еще работает и фондовые рынки. Все еще теперь опузыряются, то есть они пузыристо растут. Наш фондовый рынок пока еще не опузырен, потому что ее сейчас, по крайней мере, корреляция с нефтью, это главный плюс. Потому что если нефть будет падать, а наш ММВБ расти, это будет опузырение. Пока такая была ситуация на предыдущей неделе, в моменте, там, в ближайшие, там, в два дня не впадало, и ММВБ рос. Я об этом говорил, потому что если такая ситуация будет продолжаться, то эта труба будет для всего нашего индекса. Но сейчас опузырение непосредственно на рынке S&P, ну, по индексу S&P 500. То есть, видите, как вышли из боковика, скорее всего, опять же, ложно. Формируем такую фигуру, как Клин. А Клин, он всегда, по сути, обречен на это похождение вниз. То есть, видите, S&P в своем боковике ходит. И я не думаю, то, что его, нет, его дотянут до определенных отметок. Вот в этом-то весь прикол. Но потом уже непосредственно в нем будет какая-то сильная коррекция. Потому что чем дольше опузыряют индексы, это уже на моей практике проверено временем, тем жестче будет разворот. То есть, чем больше их тянут, чем дольше их тянут вверх, как сейчас S&P, там все рынки мировые, там Бовеспу и прочее, тем жестче будет, как говорится, падение. То есть, такая, ну не падение, скорее коррекция такая сильная, такая мощная, валовая такая коррекция. И вот для этого сейчас просто, я считаю, необходимо иметь подушку безопасности наиболее конкретно. То есть, 25% доллара, 25% УФЗ. И поверьте мне, такая безопасность, она окупится в разы. Почему? Потому что это уже проверено мной, проверено временем. То есть, в данном случае, еще раз говорю, мной. То есть, все эти стратегии, они берутся не с потолка, а со своего личного опыта. По большому счету. Поэтому, как говорится, решать-то уже все субъективно решается. Но подстраховать личные капиталы, я считаю, все-таки это было более оптимально и более благоразумно. Так как, все равно непонятно, что будет в дальнейшем. Да, пока их врубают, пока держат индексы на своих, да, исторических максимумах. Это факт. Но риск все равно этому есть. Все равно есть риск непосредственно. И он, как говорится, дышит нам в затылок. И непонятно, что будет в дальнейшем. И для того, чтобы понять, как не понять, скорее, для того, чтобы обезопасить себя, необходимо обдумывать такую плановую стратегию с вариантом маневра. Выхода из нее, то есть. Вот. Ну, как-то так. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик. У нас есть основа биржевой торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, фундаментально-технические, также торговые идеи. Помним то, что каждый человек обречен на прибыль, лишь ожидание окупает эти плоды. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания. Продолжение следует...